И вот перед продажей украшений из наследства Александра Воронцова я старательно зарисовал все клеймы, которые на них нашел. Ведь без клеймения мне собственноручно изготовленные по брякушке будет не продать. Теперь я могу изготавливать вещички с английскими, австрийскими, швейцарскими, германскими, ну и само собой нашими пробирными клеймами. Так как проданные изделия были разных проб, то и для работы мне нужны тоже разные сплавы. Ну вот, медь закуплена и даже мелко нарезана. И я рассчитал лигатуру, отлегулировал все, как меня когда-то учили, металл взвесил и отмерил все. И опять плавим, но с небольшим отличием. В жидкое золото по чуть-чуть медь добавляем. Завтра у портного проверим точность расчетов и мою сноровочку. Блин, надо сейф Потапа Владимировичу заказывать. Да и железная дверь вместо деревянной здесь точно не помешает. А то задолбало вот это все перетаскивать из моей комнаты в лабораторию туда-сюда обратно. Но, о боже, как приятно, а? Не, с этим надо что-то делать. Оптимизировать. Ну, с утра, правда, пришлось заняться женским коллективом космет-салона. Софа пригласила на визуальный осмотр. А вдруг чего подскажу? Я ведь, в отличие от нее, с персоналом подобных заведений когда-то общался. Знахарка умница. Она вняла моих советом. У всех шести девчонок личики красивенькие, строго европейской наружности, с чистой без изъянов кожей. Ммм? Гладкая кожа. Эуропа. Ну? Вот. К такому персоналу клиенты точно с радостью пойдут. Поедут. И, внимательно всех осмотрев, я указал на троих с плохо ухоженными руками. Хм. Если девушки в шестнадцать лет не следят за внешностью, специалисты-косметологи из них, боюсь, не получится. Я даже так издалека вижу. Оказалось, они из переселенцев. Семьи бедные. И, чтобы не быть обузой, девчата подрабатывали прачками. То в горячей воде стирать приходилось, то на Енисеи в ледяной полоскать. Какая там кожа, уход, а? Переселенцы. Ну да, проблема. И я отвел знахарку поговорить. Софа, может, заменим этих троих? Да неким. Другие или хуже выглядят, или для дела не годятся. Ну, можно и не таких молодых подыскать. Те, кто лицом пригож, все уже замужем. И ни одна из них к нам работать не пойдет. У каждой свой дом, свое хозяйство. Тем более подписывать договор на пять лет, как ты предлагаешь, никто не станет. Ну, сам посуди. Кто же из замужних согласится пять лет детей не иметь, а? Да их мужья прибьют за такое и не посмотрят даже на хорошие заработки. Блин, придется решать проблему кардинально. Хм, кардинал. А эти трое договор видели и согласились его подписать, спрашиваю? Да, остальные тоже все. Ну, значит, они у тебя первые кандидатки на комплекс лечебных процедур для рук. Начнешь отрабатывать на них свои методики. Надо что-то с этим делать. Ну, сама посмотри, ну. Аж отпугивают клиентов. И думаю, из семей их лучше забрать. Не смогут они ничего делать в родном доме. Руки беречь вряд ли будут. И в результате лечения твое может все прахом пойти. Нет уж. Выделим им одну комнату на троих в крыле для прислуги. Пусть живут и занимаются только и только лишь салоном. Как, кстати, у остальных с семьями и проживанием, спрашиваю. Все из не очень богатых семей. Но и не нищенствуют. Живут недалеко от нас. Я и с родителями их переговорила. Всех устраивает работа дочерей по договору. Конечно, если за пять лет замуж не выйдут, перестарками окажутся. Но потом с хорошим приданным без мужа не останутся. О, молодчинка. Все продумала. Знахарка. Она все знает. Вот только вырдишь ты как-то не очень. Тяжеловато тебе на командирской должности, смотрю. Пока мы втроем жили и руководить в основном Машкой только приходилось, то все нормально было. Да, было. Ну, а вот сейчас с увеличением персонала наша красотулька с каждым днем начинает смотреться все более и более растерянной. Стареет. А нехорошо получается, Сашок. Сбросился домашние заботы на хрупкие женские плечи и погрась в своих делах. Еще красоту требуешь. Эх, что сгодилось для хутора, не подходит для городской усадьбы. Угу. Нельзя на нее сразу все навьючивать. Надо постепенно к активной жизни приучать. Не надо, как вожжи. Да, не надо, как дед-ходок. Ну ладно, возьмем муштру недокосметологов на себя. Опыт как-никак есть, кой-какой. У меня ведь 90% персонала ювелирного завода женщины были. Хм, тот еще серпентарий. Хорошо. Тогда, если все согласны, заключай договора и начинай обучение. Я тебе помогу и присмотрю за салоном. Но новых кандидаток продолжай подыскивать. Не забывай о будущем расширении. На производство косметики и на маловарню тоже люди нужны. Да, сестренка мне тут плачется. Мария не должна и не будет работать в салоне. Ух ты, какие мы грозные, а! Хм, Машка, видать, достала ее этим вопросом? Да уж, такая любого достанет. Просверлит, аж дырка сзади будет. Ага. Но ведь куда-то нужно пристроить нашу непоседу. Иначе она мне всю плешь проест, да? Она мне дырку в бошке сделает. И с другой стороны выйдет. Из подвала я ее уже несколько раз выпроваживал. Работа с плавкой металлокислотами не для такой малявки. Нет. Нет для тебя работы посуду здесь мыть. Это тебе не на речке. С кислотами работай. Вот лет через пять, когда подрастет, я подумаю по вашему хорошему поведению. А пока ей можно позволить только лишь доводку и полировку свежеизготовленных изделий. Все. Ну ладно. Думаю, подыграем боссу. Да ты что, какая работа? Ни в коем случае. Она должна только и только руководить. Руководителька. Да. Директор. На хуторе я вам обоим показывал и объяснял работу косметолога. Вот теперь пусть старательно отрабатывает эти навыки, чтобы быть лучшей. Best of the best of the best of the best. Вот так вот. Что непонятно. А потом учит остальных и контролирует их работу. Супервайзером будет. Но, Софа, я тебя умоляю, ни один клиент не должен видеть ее за работой. Максимум для нее это ходить по залу и давать ЦУ. Ценные указания. Целевые. Знахарка задумчиво и немного неуверенно кивнула. Но взгляд был такой, словно я ее в чем-то обманул. Хм. Давно подметил, как убеждать нашу красавицу. Говори ей всегда искренне и чистую правду. Потому что все равно узнает. А где я сейчас ей неправду сказал? Вот. Ха-ха. Так. Будем считать, сестренка пристроена. И Софьина шарашка заработала. Arbeiten macht frei. Все. Будем работать. Документы мы в городском совете почти уже оформили. В конце января клиентов начнем зазывать уже. До этого, правда, нужно персонал вышкалить, да и помещение в надлежащий вид привести. Например, голые бревенчатые стены в хорошем дорогом заведении. Это, по мнению босса, мавитон. И я с ней полностью согласен. Но в воскресенье к соседям в гости пойдем. Вот там все и обсудим. Чем лучше украшать. С пробами сделанных сплавов золота я смог разобраться только после обеда. Усвоенные в двадцать первом веке методы расчета лигатуры себя не подвели. И, о, там все четко, отлегулировано. Ну, и я не сплоховал тоже. Даже небольшую поправку на очистку кварцевым песком не забыл произвести. Валерий Яковлевич, все тщательно проверив, обрадовался результатом. Наверное, даже больше, чем я. Эх, осталось теперь изготовить клеймы, и можно начинать производство несложной ювелирки. А если я решу проблему добычи самоцветных камушков, то и сложно, и даже, уже. Камни – это довольно тяжелый вопрос. Не так много и в продаже. И, покупая горстями, легко засветиться. Мелочи, набранные на волчьем ручье и камушков из разобранной брошки, хватит изделий на пять, не больше. А дальше как быть? Самое простое, конечно, это купить партию китайского речного жемчуга. Портной говорит, купцы его часто привозят. За одну сделку и не сильно засвечусь, думаю. Особенно, если не сам покупать возьмусь. И работой на долгое время я буду обеспечен. Почему бы не попробовать? Почему бы и нет? Ведь денежка, да и скиллы, опыты. Да, это выход. Но, боюсь, ненадолго. Украшений с жемчугом здесь и так хватает. Продаваться изготовление стоит медленно. Хе, надо искать выходы на поставщиков уральских самоцветов. Насколько знаю, они самые крупные сейчас. Блин, да чё уральских? Любых поставщиков, любых. Грибы, всё не попадя. А пока, а пока, как богиню на руках, носят Жанну. А пока. О, а если начать, а что если действительно начать скупку камней от лица косметического салона? Допустим, для производства супердорогих омолаживающих средств? Нехай втирают. Всем скажем, что мы растираем драгоценные каменюки в пыль, в пылюку и добавляем в крема и мази. Это супер-пупер омолаживающий эффект. Всё, втирайте. Чё ты мне за дичь тут втираешь, а? Втирайте, всё. Омолаживайтесь. Хе-хе-хе. Ну. Причём скупать мы можем любые самоцветы тебе. Самые красные. В том числе и необработанные. Я их сам отшлифую, а? В пыль. Пылюка будет. Во. Ещё мы алмазные пилки для ногтей делать будем. Во. Во-во-во-во-во. Значит, всё. Рекламная кампания. А? Какой я вумный, однако. Но с Софой лучше это всё всё равно хорошенько обкашлять. А вдруг чё ты не учёл эти нюансы-романсы? А? А на следующий день на меня напали. Приехали. Привык я по утрам и вечерам бегать между нашим домом и домом портного. Во дворе это неудобно. Расчистил себе дорожку метровой ширины, и для соседей проход благоустроен, и мне резвиться сподручно. Вот на ней-то мою персону вечерком и попытались подловить. Падло-падло. Подловили, но падлы. После драчки в мастерской Потапа Владимировича я решил подстраховаться. Подстрахуй. Бережёного Бог бережёт. И даже на пробежке брал с собой два ножа и револьвер под мышку. О нападении с целью убить как-то вообще чё-то не думал. Просто опасался быть избитым в отместку за унижение. Ну, жизнь она, вот она, жизня. Жизнь держись. В очередной раз она посмеялась над моими умозаключениями. Не так сталося, як гадалося. И всегда так буде. Я уже возвращался с пробежки, когда по спине вдарила прилетевшая дубина. Хрысь! Какой-то ухарь из метрового сугроба запустил её мне вслед. Думаю, в голову метил, а перепало по хребту. Вот такой косоглазый городошник попался. От удара тело бросило вперёд и на автомате ушёл в перекаты. Перекатился. Перекатив поле. Вскакивая, я сбросил рукавицы, выхватил пристёгнутый к предплечью нож и почти нос к носу столкнулся со вторым разбойничком, с трудом перелазившим через сугроб. Ох, тебя по хребтыне! Спешит, проваливается. В руке топор тускло поблескивает. Кромешный. Похоже, не собираются ребятки со мной церемониться. Как там у Высоцкого. Тюк прямо в темечко и нету кука. Ему оставалось сделать последние пару шагов, чтобы выбраться из снежного плена. И, недолго думая, я воспользовался неудобным положением противника. Подскочил к сугробу, увернулся от неуклюжего взмаха топором и всадил ножик в бедро в выставленной ноги. А? А будешь? Теперь быстро не побегаешь. Ага. Шкутыгальгай, значит. С громким воплем раненый скатился на дорожку. Топор в сторонке упал. Я его сразу отпихнул, греха подальше. Что, козлы, думали в игрушки играть будем? Со двора усадьбы раздался злой лай Мухтара. Оглянувшись, увидел еще одного варнака, бегущего к нашей калитке. Рука сама потянулась за огнестрелом. Слишком вас много, ребята. По очереди давай, по очереди заходи. Слышишь? И я бросил взгляд по сторонам. Метатель дубины почти выбрался из сугроба. А второй лежит рядом, дрова. И подзывает, подвывает. И за ногу держится. — Належи, валай. Больше нападающих не наблюдаются. Нет очереди. Я вытащил револьвер и сразу пальнул в воздух. Бабах! Убивать вот так вот сходу не было никакого желания. — Расстоять, суки! Пристрелю! Первый замер. А третий, подбежав к калитке, затеял какую-то возню. Было непонятно в этом сумраке, чем он там занят. Скорее всего, пытается во двор прошмыгнуть. И в голове пронеслись мысли о заложниках. — Да не, какие нафиг заложники? Здесь о таком вообще понятия даже не имеют. — Может, через усадьбу хочет удрать? — На впростеть, на прямки, значит. — И решил, гаденыш, да что, справиться с собакой, что ли? Ну, как бы там ни было, а во двор его пускать никак нельзя. И я прицелился ему пониже спины. Лифаше вместо выстрела издал сухой щелчок. Щелкнул. А твою мать! Надо же так подгадать, падла! Шпилечные патроны регулярно делали осечки. Примерно один из пятидесяти патронов обязательно не срабатывал. Один из пятидесяти? Это два процента. И вот на тебе, повезло. А второй выстрел мне сделал не дали. Раненый, резко дернувшись, бросился к ногам. Повалил и попытался дотянуться до револьвера. Не раздумывая, я тыкнул его в шею, зажатым в левой руке ножом. По ладони брызнула теплая струя. Пошла тепленькая водиться. Ну, мужик, ты сам судьбу выбрал, ну. Такова романтика большой дороги. Не только ты убить можешь, но и тебя тоже. Едва успел спихнуть в себя замершее тело и сесть, как получил удар в плечо прилетевшим топором. О, про меня еще помнят. Черт! Руку от локтя до плеча пронзила острейшая боль. И чуть сознание не потерял. Грубая волночная куртка смягчила удар. Вот ведь долбанный городошник. Чуть развернувшись, всадил в подбегающую фигуру две пули. Первую в грудь, вторую в голову. На всякий случай. Контрольный. Слишком уж шустрый этот гад. Шустрики. Шагов пять не добежал. Всего-то. Превозмогая боль, я начал подниматься. Встав на колено и бросив взгляд в сторону усадьбы, я заметил убегающего вдоль забора третьего разбойничка. Правда, далеко уйти ему не дали. Сверху на спину упал серый комок, и оба мгновенно скрылись в снегу. Припорошенные. Мухтар подоспел. Больше некому. Ох, боюсь, один он с ним не совладает. И с трудом встав, я побежал, прихрамывая, на помощь. Над забором показался дворник Семенович с факелом. Фак-фак. Факел несу. Матерится. Факи-факи. Топором трясет. Шмаки-пряки. Обещает дурные головы всем подшибать. Нахер. Факелы. Дальнейшее для меня происходило как в замедленной съемке. В неярком колышущемся оранжевом свете увидел стоящего ворнака, выдернутый из-за пояса топор. Вот смотрю, топорик взлетает вверх. И это все замедленная картинка. Не склеено. С ужасом понимаю, что удар предназначается верному псу. И я вскидываю руку, выстрел и отчетливо вижу место попадания пули, дернувшуюся голову и медленное падение тела. И через какое-то мгновение жизнь опять побежала с нормальной скоростью. Ускорилась. Перемотка. Быстро огляделся по сторонам. Пусто. Кончились злодеи. Мухтар, смотрю, еще рычит и треплет тело нападавшего. А я просто рухнул в ближайший сугроб. Все. Не чипайте. Что-то ноги не держат. И руки трясутся. Вообще состояние полной вымотанности. Как будто стержень из меня выдернули. Я висю на заборы. Не трогайте. Не трогайте. Я в ранге подрос. Да сегодня прислуга все борчуком называла. А тут уже барин. Пойдем в бар. Еще пару покушений и вообще я превосходительством стану. Эх, что душе губы клятые наделали. Барин, да не раненый ли ты? Кровы-то сколько? Ты гля. Да не ранен я. Все нормально. Не тряси ты так. Не моя эта кровь. Помоги лучше подняться. Ох, блин, левую руку вообще не чувствую. В плечо стреляет, на ногах аж качает. Тяжкий это труд. Бег трусой по вечерам. Из дома в дом. До дома. Ага. Будешь со шок и дальше клювом щелкать. В следующий раз так легко не оделаешься, да. О чем это я? Какой следующий раз? Не, нахрен, нахрен такие развлечения. Не, с факелом. Внимательно смотреть по сторонам и мочить нападающих на дальние дистанции. И все. Не доводя дело до такого сортира. Карл Зейдс, твой покровитель, помнишь? Вот и все. Не подпускай так близко. Чтоб кровь на тебя не дрыпал. Барин, кто ж голосил так заполошно, а? Кто ж так валав? А он тот. Я ему ногу ножом располосовал. О, чую, как валает. О, я как услыхал его, ой. Я сразу за топорик сватывся. Я сразу понял, что режут кого-то. Во двор выбежал, пальба почалась. В калитку тыкнулся, а нету ходу. Ага. Третий напавший, значит, не во двор проникнуть хотел, думаю. А калитку бревнышком подпирал, чтоб помощь ко мне не подоспела. Сразу вычислил. Мухтарка тот хитрец. По поленнице полез да сверху через забор и переплыгнул. Вот и я за ним. Замешкался только факел заполить успел, да лукерью послал в круг забора калитку отворять. И к месту заварушки начал подтягиваться народ. От дома портного торопились двое с факелами. Калитку в нашу усадьбу наконец-то открыли. Из нее выглядывали девицы. Софа с Машкой ко мне бежали, но самая первая неслась коза. Ха-ха-ха. Ух ты, коза-дереза ты моя родимая. Окинул взглядом разбойничков. Двое на дорожке лежат. Лево-право, расстрел. Третий почти у самого забора вытянулся. Все. Дрова. Лоханулись, ребятки. Как-то по-дилетантски нападения провели. Дилетанты. Навалились бы все сразу. Шансов у них было бы побольше, думаю. Хм. Ну да, подскажи еще, как правильно рассчитать. Да, не рассчитывали работнички ножа и топора столкнуться с револьвером. Мейден УСА. Омерика. Точно. Знахарка, подбежав, взволнованно оглядела на нас с Семеновичем. Заметила пятно крови на куртке. И я сразу решил успокоить. Кровь не моя. Тогда она попыталась рассмотреть лежащие тела и только потом спросила. Александр, что произошло? Полагаю, меня пытались убить. Эх, а вот сестренку не надо было сюда пускать. Хорошо, хоть остановилась на полпути. Ты раненый? Нет, слава богу. Так, помяли немножко. После дома посмотришь. А с ними что? Мертвы бджолыны гудуть. Как дед Ходок говорил? Не их сегодня денечек. Кромешники. Думаю, вам с Марии следует в доме подождать. И девушек с собой увезти. Незачем им на это любоватство. Да-да, но ты тоже не задерживайся. Угу. Всю жизнь мечтал ночь с трупаками провести. Ха-ха. Зловещие мертвецы. У меня за домом. И, взяв у Семеновича факел, внимательно пригляделся к ближайшему разбойничку. О, знакомые все лица. А смотрел остальных, ну, точно. Мордокрыс и компания. Не успокоился, значит, козлик. Прыгает еще. Поквитаться решил. Ну, вы зато теперь он в само спокойствие. С такой-то дыркой в затылке. Угу. Не дрыгайся. Ну да, как же разнятся эти две стычки. В кузне и здесь. Там я, сыграв жестко и неожиданно, был королем положения. А тут, когда самого чуть не застали врасплох, врасплох тормозил и миндальничал. Ммм, да нет, Сашок. Кое-что ты не учел все-таки. Просто тогда в кузне были привычно отшлепаны взорвавшиеся наглецы. А вот сейчас совсем другое дело. Сейчас пришлось людей жизни лишать. И пусть психологически это не вызывает у тебя отторжение, но тело-то испытало большой стресс. Как ни крути. Ну что ж, оставим зарубочку на будущее. Действовать в любой ситуации нужно более хладнокровно. Как на охоте. Или ты, или я тебя. И убивать. Случись такая надобность, даже не раздумывая. А то ведь неизвестно, выдадут моему сознанию следующее тело опять по блату. Если помру случайно. Или поставят в общую очередь. Все. И жди. Вот и Валерий Яковлевич со своим кучером подоспел. А ведь и часа, наверное, не прошло, как мы с ним чай пили. Разбойники? Да, подкараулили на свою голову. По делам, аспидам. И шо думали хозяев поджидать? Прохожих им уже мало, а? Кромешные тьма. Я смотрев покойничка, в портную вожительно произнес. Да, молодой человек. Опасно вас сердиты. С такими бугаями справились. Вон, сколько дырок понаделывали. В голове. Бог помог, Валерий Яковлевич. Сам бы ни в жизни управился. Ну, то, что вы скромны, это хорошо. Но, насколько я знаю, данная стычка с лиходеями для вас не первая. Седмицы две назад, помнится, меня расчет. Рассказывали, как вы на Валерьяновой кузне смертным боем троих побили. Твою ж медь. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам. А любопытные портные их разносят по умам. Что за сарафанное радио, а? Кто это разносит? Деровня, блин. Село. Помело. Ты, Александр, не волнуйся. Софья Марковна, я про то не сказывал. Не. Ну, спасибо. Ей беспокойства и так хватает. Не подскажете, как тут в таких случаях вообще поступает? И я ввел рукой все лежащие тут тела. Есть морг или что-то подобное? Куда развести дрова? Дрова. О, не беспокойтесь. Сейчас дежурный пикетчик прибежит. Он полиции все и доложит. Разнесут. Завтра к вам зайдут. Расскажете, как дело было. Вот и все. А какие-нибудь претензии ко мне последуют? Последствия будут? Да бог с вами. Не хватало еще, чтобы честным гражданам из-за души губов досадности тут чинили. Нет. Можете быть спокойны. Эти все покойнички. Все. И думаю, вам лучше к Софье Марковне немедленно пойти на лечение. Судя по лицу, вам тоже досталось. Я ж бачу. А мы уж тут сами уже разберемся. Еще раз спасибо, Валерий Яковлевич. Действительно, я пойду. Остыв от этой схватки, я понял, что меня здорово трясет. А ноги аж подкашиваются. Ватные. И непонятно, из-за побоев это или из-за схлынувшего адреналина. Завтра все будет понятно. Все тело будет болеть. И башка тоже. Софа за осмотр взялась основательно, выставив перед этим мешку из комнаты. Все делала молча. Только глаза то расширялись, то сужались. Как у той кошечки. Меня обтерли мокрым холодным полотенцем. Я аж прибалдел. Даже горькую микстуру выпил, не поморщившись. Потом мазали, мазали, мазами. Ставили примочки. И когда разрешили лечь в постельку, я моментально вырубился. — Александр, проснитесь. — А? Что? — Просыпайтесь. — Просыпайтесь. И, открыв глаза, я увидел Софу, протягивающую мне кружку. — Это что? — Проснитесь, больной. Вам надо принять снотворное, что ли? — Выпейте, Александр. Вам станет лучше. С вами хочет поговорить частный пристав. Я сфокусировал взгляд на мужике, стоящем сбоку. Боковым взглядом. — Угу. Навожу. Рескость. И сквозь полудрему пробилась мысль. Какого хрена они среди ночи с расспросами ко мне лезут? Ну, дайте поспать. И тут я только сообразил, что комната освещена дневным светом. Оба-на! Это я, получается, что, успел целую ночь проспать? Даже и не заметил? Блин, а ощущение, как будто пять минут назад только глаза закрыл. Ох, люблю я ее микстурочки. — Сергей Васильевич Виноградов. — Александр Патрушев, — говорю. — Простите, что вас беспокоил, Александр, но мне надо бы записать ваши пояснения к событиям, имевшим вчера место. — Служба, понимаете ли? — Всех других я уже опросил. — Только вы остались. — Да, понимаю. — Спрашивайте. — Что-то рожа у тебя, Сережа, больно хитрая. Ну, шо не рожа-то, Сережа, а? Так, Сашок, а ну собрался. Не хватало еще чего-нибудь ляпнуть, не подумав. — Думай, башка, включайся. — Не подскажете, отчего же у одного из преступников горло и нога порезанные? — Ну, нормальное начало разговора, нормалек. Как будто непонятно, почему у него что-то там порезано, а, горло. Или он меня так с панталыку сбить хочет, а? И говорю, мы дрались, я и порезал. — Поясните, как вы резали? — Могу показать. Вы носите куклу. И мне улыбнулись оскалом доброго дядюшки. Захотелось и его малость ножичком тоже потыкать. Так, на память, чтобы знал. — Спасибо, не надо. Достаточно будет словесного описания. — Говорит. Дальше последовал довольно стандартный опрос участника сиих событий. Ни подколок, ни улыбочек больше не было. Все. И только под конец разговора, как бы не взначай спросили, знаю ли я нападавших. До вчерашней беседы с портным я, может быть, и задумался был над ответом. Но теперь, понимая, что слухи этот дяденька собирает, вероятно, даже лучше Валерия Яковлевича в этой-то деревне, я без запинки выложил все перипетии нашего с мордокрысом знакомства. Сразу же. Преистов проглотил рассказ, даже не поморщившись, и задал парочку уточняющих вопросиков, наводящих на водочку, и перешел к раздаче пряников. Ну, в смысле, поинтересовался, будут ли у меня какие-нибудь материальные претензии к нападавшим. Вот к этому-то я был не готов. У матросов нет вопросов, тем более к мертвым, а? Отговорился, мол, зайдите попозже. Надо посоветоваться с товарищем опекуном. И я увидел довольный кивук Софы и распрощался. Только избавился от одного контролера, так сразу попал в нежные лапки другого. Софа наехала с претензией, что не рассказала о конфликте в кузне. И я решил сразу каяться. Ну да, наверное, я все же не прав. Признаю, прошу прощения, каюсь. Вот обижаться на меня не надо. Я же беспокойства в дом не хотел нести, но у тебя и так хлопот хватает. Но не прокатило. Да, не, пришлось применять тяжелую артиллерию, свое обаяние сие. И я сел рядышком, взял за ручку, как возле той печки, и нежно поглаживая начал петь дифирамбы. Как мы с сестренкой ее любим, поважаем, и как стараемся по мере сил не расстраивать ее, и не трогать, когда она работает, под руку ничего не говорить. Да мы горы готовы свернуть ради ее улыбки. Вот, уже лучше, смотрю, гора Магомедова. Ха, посмотрю, привстала. Ну, полчаса нотации мы перетерпим. Мы не сахерные. Сахер, нахер. И договорились, что засуну я свою внутреннюю взрослость куда подальше, чтоб не вылазила со всех дыр. Засуну. Выглядишь молодым, вот и действуй согласно статуса своего. И не расстраивай маму. Не смыкайся. Она, конечно, обрадуется, если сынок, как мужчина, подмогнет в делах. Но, опять же, если при этом не будет расстраивать маму. Вот то. Маминкин сыночек. Все. Рубышо мама каже. Короче, я так понял. Ну, взрослый могу себя чувствовать только лишь тогда, когда не видит. О. Очи не бачать, сердце не болить. Так дед Ходок каже. Вот то. Все правильно. А все остальное время я должен быть примерным мальчиком. Да. Я у мамы не балуюсь. Вот носов унашло. Видно, слишком сильно она вчера за меня перепугалась. Ну, переживем. Время лечит, а не калечит. Вылечит. Дальше пошли лечебные процедуры. И я опять по кругу. Взглянул на себя в зеркало и аж содрогнулся. Синячище в пол лица синей. Ничего себе. Лампочка. Фара. Это мне обухом прилетевшего топора тогда осталось. Левая рука просто темно-фиолетовая. Левый бок тоже что-то всеми цветами расцвел. А на спине полоса той же расцветки. Ужас. Не ходите, дети, вечером гулять. Через Африку. И в памяти всплыл старый мультик про Алису. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовым и в крапинку. А? Быстрее все это помазать и бинтом обмотать, чтоб глаза мои не видели. И после процедуры думал еще вздремну. Ага. Фигушки. Не дали. Не дадут. Эта мелочь вредная, она просочилась. Села на кровать и смотрит на меня глазищами по пять копеек. Блым-блым. Как та собака. Да и есть ты, а. О, Сашок. Все. Ты попал. Пападонец. Сейчас из тебя будут выдавливать подробности того, как Иван Царевич Гоблинов мочил. И ты не отвертися. Рассказывай сказки. Как восемнадцатого. Ты умеешь. Ну, не стоит расстраивать ребенка, думаю. Уснуть смог только через час. А вечерком заглянул кузнец Потап Владимирович. Добрый вечер в вашей хате. Сначала я даже не знал, как себя с ним вести. Я ведь у него компаньона грохнул. Но теплая встреча развеяла мои страхи. А узнав перипетии его взаимоотношений с мордокрысом, даже благодетелем себя почувствовал. Оказывается, технологии рейдерства уже существуют. Рейдеры. Ты их не видишь, нет? А они существуют. Конечно, не так сильно развиты, как в двадцать первом веке. А, да что там говорить. Они совсем не развиты. Но они есть. Но, тем не менее, они имеют место быть. Быть или не быть. Будут. Созреют только. Ага. И, в общем, вылечив Потапа Владимировича и вытрув из кузни шайку-лейку, я, похоже, предотвратил давно готовящийся захват имущества. Начиналось дело неплохо. Заказал человек себе замок на ворота, вроде бы. Хороший заказ. Потом помог деньгами в трудный момент, когда надо. А затем вошел в дело большим паим. Оговорено все было сразу. Получает человек процент и в дела не лезет. Но вот с приходом болезни все начались эти непоняточки. Повылазили. Несколько раз Мордокрыс к нему наведывался и просил подписать новые бумаги, расширяющие его полномочия. Я тебя расширю. В первые приходы его посылали пешим маршрутом далеко и надолго. И мелкими шажками. А уж как Потап Владимирович без памятства впал, шайка в мастерскую заявилась своими мелкими шажками, размахивая якобы доверенностью на полное управление делами. Все. Все решено уже. До вас, значит. И к этому времени должен был вернуться помощник, уехавший по делам в Каннск. Но время шло. А единственного, кроме хозяина человека, который мог бы поставить наглецов на место, попросту не было. На это и был расчет. Рассчитайтесь. Контроль над мастерской ребятки взяли свои ручонки довольно хватко. Все. Мое. Прихватами. Прихватизировали. И если кто высказывал недовольство, его выгоняли без оплаты. Все. В день, когда я туда нагрянул, чаша терпения работников, она переполнилась. Она полилась. Собрались все, даже те, кого уволили, и устроили молчаливую забастовку. Кузнецу после выздоровления от полиции пришло сообщение, что помощник его найден убитым в Каннске, якобы в пьяной драке. Но он в это не верит и, думаю, правильно делает. Я тоже считаю, что это дело рук сообщников мордокрыса. По сути, к моему появлению в кузне бандитам оставалось только лишь избавиться от хозяина. И все. Дело в шляпе. Да. Не дали бы ему выздороветь. Это да. Существует очень много способов устранить ненужного человека. Например, случайно угорел бы. Или сгорел. Потаф Владимирович ведь живет с одной матерью-старушкой, от которой в случае опасности мало толку. И они знают это все. И вот в этот напряженный момент, как ангел спасения, хе-хе, хе-хе, во всем белом, в кузню заявился я и обгадил злодеям всю малину. Пришлось им на время притихнуть и собирать обо мне информацию. Все. Сбирайте-сбирайте. Весбируйте. Чуете, не? Собрав и подумав, они посчитали самым верным сначала меня уконтрапупить, а затем продолжить начатые. Такие пупы, пуп земля, надумали. Неверный был замесел. Неверный и поганое исполнение. Ха! Александр, сегодня у меня был частный пристав. Разные вопросы задавал. Говорил о возможности запроса на долю напавшего разбойника. Да, мне он об этом тоже говорил. Ты в своем нраве. Родственников у Варнака нет. Судиться с тобой никто не станет. Часть доли я могу тебе сразу деньгами отдать. После исполненного с твоей помощью заказа появились деньги в кассе. Остальное я со временем верну. Я и от себя добавлю. Тоже за спасение. О, нет, спаси большое. Вот этого не надо. Помилуй, Александр, как же не надо. Вы тоже в своем праве. Ты мне и жизнь, и дело спас. Потаф Владимирович, мы вроде с вами добрые знакомые. Надеюсь, и друзьями станем. А какие междрузей счеты могут быть? И кузнец потупился. И немного смущенно продолжил. Так-то оно, конечно, так. Да. Но не затаит ли обиды опекунша твоя? Уж очень она женщина серьезная. И об этом можете быть спокойны. Ну, дай ты бог. Дай ты бог. Ох, прости, бесспорно, не мое дело, но все ж тебе лучше дружбу заводить с господами. Простолюдин тебе не ровня. Ты еще молод. А я пожил, и я знаю, о чем говорю. Иначе не примут они тебя в свой круг. Ох, не примут. А, честно говоря, это меня мало волнует. И поверь, так будет всегда. А насчет вхождения в права на доля разбойничка, я согласный. Естественно, если это возможно. Более того, еще денег внесу в дело. Но, прости, Потап Владимирович, только как полноправный партнер. Только в этом случае. Так что хорошенько подумай, нужен ли тебе беспокойный совладелец. Ну, так если человек хороший, то чего ж не подумать. Мыслю. И задумки есть? Задумки пока совпадают с теми, про которые ты мне осенью говорил. Вот разве что станки не закупать. А самим делать надо. Да как же их делать-то? Ведь не на чем. Я так прикинул. Того, что есть, нам вполне хватит. И зачем нам те станки? Дело, естественно, долгое. Так ведь покупать их и везти в Сибирь займет времени же вообще еще больше. Видно было, что я задачуя у человека выше крыши. Как так? Сидит, головой мотает, плечами поводит. Судя по взгляду, мысли улетели в дальние дали. Далеко. Ну, значит, пришла пора прощаться, думаю. Пусть дома все взвесит. Мне в работе добровольный партнер нужен, а не загнанный обстоятельствами и чувством долга. И говорю, ты, Потап Владимирович, домой-то перейди. Обдумай все. Взвешай. А через пару дней я уже зайду. И поговорим тогда уже. После ухода кузнеца мы с Софой провели совещание на тему. Претендовать ли нам на имущество нападавших или ну его нафиг, а? Эту всю лабуду. Ну, из этого рая не будет ничего. Ну, может так быть. Оно нам надо. Тоже надо взвешивать. Угу. Знахарка специально ради этого после обеда сходила посоветоваться с семейством Портнова. Соседи сказали однозначно претендовать. Причем надо стремиться урвать все, что не приколочено. Все. Грибы. Нагребай в кучечку. И чем быстрее, тем лучше. Ведь городская дума обязательно постарается наложить лапу на бесхозное имущество. Конечно, да. Или полиция подсуетится. И финансовые средства преступничков растворятся в закромах родины. Все. Если не ты, то они кучку не погребуют за грибстый. Конечно. Конечно, с двух подручных мордокрыса брать нечего. Но вот сам-то он и помимо пая в кузне должен иметь неплохие средства в заначке. Ведь так? Есть у него там кучка. Закопано. Ну, прикинув и так и эдак, решили лишние деньги в хозяйстве не. Не помешают. Да и с мастерской все удачно складывается. Начну заморочки по металлообработке на пару лет раньше, чем планировал. Даже. Так что на следующий день главная наша пробивная сила ринулась в бой. В смысле, Софа с Марией Львовной отправились по инстанциям. К констанции. Поехали. Блин, как-то постепенно я оказываюсь все в большем долгу у соседей, смотрю. Чем я буду рассчитываться, а? Мда. Пойду-ка займусь подарками для них к Новому году. Эскизы уже готовы. Надо теперь реформами для отливок заняться. Битва за честно синяками заработанные денюжки завершилась только лишь через восемь дней. Кроме пая в мастерской мне досталось аж двадцать восемь рублев. Ох, чувствую, закрома родины пополнились гораздо сильнее с той стороны, значит. Ну? Ну да хрен с ними. Мы за эти дни успели все с Потапом Владимировичем обмозговать и обговорить даже. Вступаю я в права на сорок процентов мастерской и двигаю прогресс в массы. Даешь пятилетку за три месяца? Хм? Ха-ха. Ну, можешь за четыре. Хм. Вот тебе и лето. Оценивая хозяйское и мастерское хозяйство, сошлись на четырех тысячах рублей серебром. Моя доля стала быть тысяча шестьсот рубликов. Сразу посчитал. Сорок процентов. Из них четыреста тысяча четыреста досталось мне от морда-крыса. А двести я обещал довнести за зиму деньгами или работой по улучшению инструмента и станков. Ты мне, я тебе, значит. Ну, с Потапом Владимировичем мы надумали пока поболее-менее отработанной технологии заложить в производство сразу пять паровых машин, схожих с той, что две недели назад сдали. Одна у нас уже в заказе от винного завода стоит. Одну я в усадьбе хочу поставить. Много куда она там надобна. А с остальными к весне разберемся. Кузнец говорит, что спрос большой. Главное, что заказывая материалов на пять паровиков за раз, мы платим столько же, сколько пришлось бы платить за четыре по отдельности. Это как четыре купи, пятая бесплатно. Так получается. Вот, а акции? Как не взять? Надо брать. Покупаем. И, кроме того, самого производства постепенно мы будем улучшать станочный парк. Хотя какой тут парк? Такси. Детская площадка. Детский сад пока, по сравнению с заводиками. Ну, ничего. Никак без этой ступени. Первая ступень. Для этого параллельно с паровиками наметились делать три однотипных токарных станка, примерно таких, каким я их помню. Они придут на смену тем, что в мастерской последние дни доживают. А дальше посмотрим, что в первую очередь понадобится. Вот то и начнем клепать. Блин, с наличными вообще полный швах. В усадьбу на данный момент, если сложить все траты, так это почти три тысячи в ту усадьбу в Бухоно, если на ассигнации считать. Это уже на тысячу больше, чем вначале планировали. И оно всегда вот так вот. Она как пылесос продолжает по мелочам высасывать, высасывать и высасывать все средства. Но почему оно всегда так? Краще, краще хочешь. Всегда так. За освящение дома церковью Дань деньжа дай, Деньях дай, значит. За иконы дай, За все дай, Выйдай. Дай монету. За привезенные Никифором дрова Кучку тугриков тоже отдай И не греши. Выложи. Водовозу за свежую енисейскую водичку Тоже отсыпь. И не плакай тут. Прачкам каждую неделю тоже Вынь да положь. М? Вы ж так хотели. Ну да, И как-то не задумываешься об этом обо всем. Оно каждый божий день высасывает. Грошики, а? Уличным дворникам тоже отстегни На бедность. А как же не убирать? Конечно. А нету, сам бери. Шмыгай. Молочницы каждый день тоже выкладывай. Аферя совсем совесть потеряла. Девять месяцев уже не доится. Возомнила себя боевой козой, а? А сколько продуктов постоянно На целую ораву покупать приходится. Есть ты, ез ты, а? Наедайся. Это вообще ужас. Это я даже не считаю. Эх, как же в лесу было хорошо. Один отшельник. Только за себя и думай. Вышел из дома на крыльцо. Почесал свое лицо. Сварил яичко, заварил себе чаечку, все, наевся, наедайся и ничего не думаешь толком. Завалил пару-тройку оленей, все, и наедайся от пуза на несколько месяцев. Да, хотя тут на этот счет тоже неплохо. Тут тоже вышел из дома. Тут тоже вышел из дома, завалил трех козлов и тысяча четыреста рубликов загробастал. Все? Тысяча четыреста. Сорок процентов, а? Подходите по очереди, козлы. Так и бизнес можно делать. Эээ, нет. Тысяча четыреста двадцать восемь. О! Точно. Куркуль. На куркуляхторе. Подсчитал, все. Ты куркуль. Ох-ох-ох, а ведь скоро еще зарплату персоналу выплачивать надо. Да и Софа все сильнее наседает с покупкой музыкального центра своего этого пианино. Гитара, видите ли, не подходит приличным девушкам. Не то время. Тут все в пиванинах у них. Ага. А вы видели, какое оно здоровое и сколько оно вообще стоит? А с этим пиванином нет. В садок под яблоньку уже не сходишь. И в соседний подъезд к девушке. Гитара, видите ли, не подходит приличным девушкам. Это она так намекает на частые упражнения Машки с моей семистрункой. Ага. Благородным сейчас нужно что-нибудь более массивное и тяжелое. А Арфа, например, тоже не доклыгаясь до следующего подъезда. Да это же элементарно неудобно даже. Попробуй им объясни в этом времени. Да, быстрее надо золотые побрякушки до ума доводить. Золото надо делать. Бери, крутись. Круты свои побрякушки. Через неделю, думаю, первая партия уйдет на сбыт к Валерию Яковлевичу. И пойдет ручеечек. Поплывет. Надеюсь, к концу января денежный напряг спадет, и я смогу впрятаться в работу мастерской уже по полной. У меня, правда, пока только одно самое простое клеймо только сделано. Но после праздничков я засяду за остальные. И пойдет кэшфлоу. Поедет ручеечек. Главное, чтобы не вставали потоки. До Рождества я успел железную дверь в подвале поставить. И здоровый сейф тоже. Хранить золото в тяжелом сундуке с двойным дном, безусловно, мысль хорошая. Да, неплохая. Но лучше иметь несгораемую железную коробчонку. Вот так. Замки я сам вытачивал. И за наши финансы отныне могу быть полностью спокойный. Сам делал. Сам склепав. В этом времени вряд ли кто такие откроет. При ходу праздников я радовался чуть ли не больше всех. Очень достала жизнь без мяса, видите ли. Да. Дайте мне мясо. Ну, хоть трошки, а. Сколько денег. Миллионеры мы. На хуторе мы, честно говоря, особо не постились. Нам с Машкой отъедаться надо было. Слишком тощимы мы смотрелись, ведь. А теперь вот пришло время. Мне мясо нет. Не дают. Приходится соблюдать все общественные условности. Мы ж на виду у прислуги. Так что Софа за нами внимательно присматривает. Не балуй. Не, еда, конечно, разнообразная. Постные щи-полощи. Каши с конопляным маслом. Редька тертая с тем же маслом. Капуста соленая. Пироги с рыбой и грибами. И картофельные шаньги. Вот это я люблю. Рыба жареная, соленая, селедка, омуль, селинга. Чай с медом и ореховой избойной. Вкусненько. Здесь так растертые орехи называют. Избойна ореховая. Ну, как арахисовое масло. Ну, почти. В Сибири ведь сейчас чай с молоком пить предпочитают. О, ангелики. Вот избойна в пост молоко она и заменяет. Да? Попробуем в нашей избушечке. Избойну принеси. И в чаёчек добавим. Очень даже вкусненько получается. С ореховым оттеночком. И не на бутерброде, а сразу же в чае. Вариант. Надо будет попробовать. Но всё равно. Всё же хочется мняса. Мяса хочу. Свежеприготовленного. С перчиком. Прожаренного до аппетитной хрустящей корочки. А? Мяса. Мяса. Дайте сало мужику. А? Я ешь ню с салом. Ну, хотя бы. И вот оно Рождество Христово. Вот оно. Та-та-ря-да. 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 Вот эта песенка. Наконец-то пришло Рождество Христово. Дочекалися. 24 и 25 декабря наша повариха летала по кухне, как той электровейник. Туды-сюды. Я как спотыкается. Наготовила кучу разных блюд. Одного другого краша. А мняса? Мняса. Дэ. Мы с сестренкой тоже к этому действу ручки свои приложили. Я сварганил какую-то хренатень, напоминающую салат оливье. А? Слышали такое? Пробуйте. Оливье. Прямо из Франции. Ну, надо же кому-то начинать хорошую традицию. Ну, да? Че не? А малая лепила пряники в виде разнообразных животинок. Даже вон слона изобразила. Хм. Или это крокодил пасть раздевает. А не важно. Лишь бы вкусно было. Пусть будет даже и крок. Чем бы дитя не тешилось, Лишь бы только меня не мучило, а? Ты, мое мняса. Кроме этого, в доме шла глобальная уборка и чистка. Параллельно всему этому. Служанке даже пол скаблило. Служанка вон даже пол скаблила. Выскабливала. Хотя чую там скаблить? Он же и так новый. Что? Надо, чтоб блестел, что ли? А ты уксусом еще на три, да? Я такое слышал. Есть у вас, Сальпо, уксусы? Хотя бы яблочные. Ага. И вот перед сочельником мы истопили баньку. Тут говорят, следует вымыться до звезды. И не бзды, значит. Ну, а то получишь мзды. Ну, я не сперечался. Бани в Красноярске почти в каждой усадьбе есть. Существуют даже три частные платные для обсчества. Обсчитай. Правда, туда в основном только проезжие ходят. Граджища там говорят. Ой, не приведи, Господи. Своё иметь надо. У соседей баня маленькая. Когда жили у них, приходилось два захода париться. Сначала Софа с Машкой. Первые торпеды. Шу-шу. И Марии Львовной вместе шли. Две торпеды. А потом мы уже с Фалерием Яковлевичем, а? И его кучером, а? Торпедуны. А у нас же в усадьбе ого-го какая парная отгрохана. Она всех вмещает. А не так. Они двоём пошли, а мы троём там расчипируемся. Есть же построенное. Так что портновское семейство, оно теперь у нас будет париться. Всё. Парная баня. Парное молоко. Наши работники, кстати, тоже все. Правда, три недокосметолога пока предпочитают отмываться дома. Хотя и наши промывать помывочные никто не запрещает им тоже пользоваться. Вечерком посидели с работниками за общим столом. Кутью с медом поели. А утром босс всех подняла, ни свет ни заря, всё. Подъём. Вставайте. И повела в церкву. На обеднюю. Это с какой такой колокольни? Дайте поспать. И как-то с просонок, что-то мне было не до того бога. Ох ты, господи. Но я, хлопая глазами, стойким оловянным солдатикам, я вынес все тяготы и лишения. Все. Вон, как я хочу. Мняса. Подойдя к дому, увидели бегущую группу мальчишек с мешками лет от восьми до двенадцати. Софа обозвала их Христославами. Слави Христа, да? От этого. И пригласила в дом. Войдя, ребята выстроились у входа нестроенной толпушкой. И самый старший спросил. Можно Христа славить? Дозвольте, калядувате. У меня чуть не вырвалось это простонародное. Чё? А наша старшая хозяйка махнула рукой и с улыбкой ответила. Славте, славте. А мы послухаем. Я стоял и смотрел на всё это в недоумении. Я слухал. И тут ребята немного не впопад, они затянули. Христос рождается. Слави мо, йо-го. А-а-а. Вон оно чё. Я-то чё-то и не понял. Во почему Христославы. И закончив одну песню, без перерыва начали другую. Рождество твое, Христе Боже наш. А потом я вообще выпал в осадок. Пацаны погнали речитативом задыхающимися голосами натуральный рэп. Хм. Маленький хлопчик вскочил на столбчик, в дудочку играет, Христа прославляет. Ни рублём, ни полтиной, хоть единой гривной. Я просить не смею, а принять желаю. Вашу милость праздником поздравляю. Да, музыки ребятам для ритма явно не хватает. Тык-дык, тык-дык, тык-тык-тык. И ударного акцента, типа йо-йо-йо, йо-йо-йо. И всё, и йо-моё. Была бы песня. Ну, рифма прям. А так вообще ничего, да? Ништяк. Нормально концертную программу отбарабанили. Пряники и мелочь, во всяком случае, заслужили. Отработали, да. И тут я заметил восторженный взгляд Машки. И понял, что надо спасать человека. Да, Машуля, у тебя намного лучше петь получается. И денег бы ты в разы больше собрала. Помнишь, как у ходака калядовали? Ага. Во. На ребят начинаем посмотреть уже снисходительно вместе. Ничего, ничего. Мы с тобой за эти празднички досыд напоимся. Отыграем своё. Заработаем. И вот до обеда к нам наведывались ещё три пацанские песенные банды. Йо-йо. Йо-моё. Приходили рэперы. Репертуар разнообразием не баловал. Поэтому над последними мы с сестрёнками уже вовсю хихикали. Да. Чивці-бривці покатылись. Добрый вечер, ваші хачі. Добро з маком полянеця. Ага. 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 Восемнадцать ООО выходит у нас новая серия «Каждый божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале. Снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый божий день в восемнадцать ООО. Не пропустите. А на сёдне шо? А на сёдне всё. Покедова. Споки-ноки. Покедова. Покедова. Покедова.